Добрый вечер, на Щелковском телевидении, диалог о православии. Мы живем в век трусости. Люди боятся жизни, потому что боятся дерзновения. Этому надо научиться, ведь только через дерзновение можно почувствовать, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Ползать, присмыкаться, коситься по сторонам, как заяц, недостойных ни мужчины, ни женщины, независимо от возраста. С этих слов известного православного проповедника 20 века, митрополита Антония Сурожского, мы сегодня начнем передачу и будем говорить о мужестве и смелости. Дед Миней, добрый вечер. Добрый вечер. Как дерзновение, о котором мы сейчас говорим, связано с христианским смирением? Действительно, мы сейчас живем в таком мире, где инфантильность, толерантность, более округлая фраза, она превалирует. И у нас сейчас даже непонятно, что за человек перед тобой, потому что он скрывает все свои качества. А дерзновение – это все-таки, прежде всего, открытость души. То есть человек показывает себя такой, какой он есть. Ну, надо не путать с дерзостью, наверное, да? Ни в коем случае, да. С наглостью. Это, ну, как и любой грех, это качество человека, которое переродилось и стало злым. То есть как вот храбрость, она в гневливость переходит, да? Или там обычное удовлетворение своих там каких-то потребностей покушать, оно переходит в чревоугодие, или там умножение рода человеческого, оно в блуд переходит и так далее. Каждое из качеств, данных Богом, оно оскверняемое грехом, оно перерастает совершенно в непотребные вещи. Так и здесь. Вот наглость, она – это тоже переродившаяся смелость, храбрость и другие качества доброй души. Но некоторые, если вспомнить вопрос о сравнении дерзновения и смирения, мы все-таки видим, что есть разность поведения дерзновенного человека и поведения смиренного человека. Почему? Потому что это разные добродетели, но и то, и другое добродетели, они могут сосуществовать в душе человеческой вместе. И если человек смиренный, это не значит, что он не дерзновенный. Наоборот, чем больше у человека смирения, тем больше у него дерзновения пред Богом. Потому что что такое смирение? Это мирное внутреннее состояние с миром, с мирением. Это полное упование на помощь Божию в любых ситуациях. Это исполнение воли Божией, отсечение своей воли. Но чтобы свою волю отсечь, нужно быть дерзновенным. Многие скажут, ну и как-то я свою волю отсеку, а как же я буду тогда марионеткой в руках других, что ли? И так далее, и тому подобное. Поэтому эти две добродетели, они сосуществуют, и они друг друга поддерживают. Без дерзновения нет молитвы, без дерзновения нет изменений жизни в лучшую сторону. Без дерзновения нет даже желания поставить цель, куда-то идти, к хорошему, к положительному. Если человек не имеет дерзновения, то он сам себе внутри, ну вспомните Обломова, да, он сам себе внутри говорит, да нет, это у меня не получится, нет, это я буду там только путаться, и время пройдет, и потрачу время, а ничего не получится. Это отсутствие дерзновения. Если человек не сомневается и, говорит, ставит перед собой цель и добивается ее, это и есть дерзновение. Будь то оно в материальном мире или в духовном мире, оно везде приносит свои плоды. А если нет дерзновения, человек бесплоден остается, к сожалению, это так. И, собственно, чтобы достичь смирения, нужно дерзновенно к этому двигаться, потому что смирение – это высший добродетель, высшая не только любовь, и чтобы его достичь, нужно дерзновение. Ну, дерзновение, оно, наверное, получается и может быть плохим, да, то есть можно добиваться цели какой-то необязательно положительной. Да, конечно, мы об этом только что и говорил, что мы можем дерзновение, как и любую, так сказать, внутреннее качество, любую силу души… То есть все с избытком что-то такое, да? Да, любая сила души может быть направлена как на доброе дело, так и на злое. Это сила, ее можно использовать, чтобы с дерзостью ограбить банк дерзновенно, да, поставить цель для ограбления банка. А можно дерзновенно поставить цель поститься и достичь чистой молитвы. И тоже дерзновение. То есть сама сила, она должна быть прилагаема к цели. И выбор цели, это, конечно, от человека зависит. Собственно, за это и будет отвечать человек, потому что свободу выбора Господь ему вложил и дал к этой свободе выбора таланты. Вот дерзновение – это один из талантов. Но, как мы помним, притчу о талантах, там, один из одаренных Господом людей, он закопал свой талант, не использовал его, хотя он у него и был. Вот это вот как раз о дерзновении часто так и происходит, когда человек, он может, но не хочет. А на чем базируется? Почему кто-то дерзновенный, да, кто-то смелый, а кто-то и не очень? Я думаю, здесь очень много таких, так сказать, основополагающих каких-то, да, входящих факторов. Это и наследственность от родителей, это и воспитание, это и обстоятельства жизни, это и то, что сам человек уже самообразованием, когда занимался, что он видел вокруг себя, с кого он брал пример, к чему он стремился. И все это формирует личность человеческую, и от этого как раз формируется и дерзновение, или отсутствие его, или направленность этого дерзновения на той или иной, так сказать, цель. Если человек общался с праведным человеком и видел, как тот дерзновенно молится, дерзновенно постится, дерзновенно отказывает в удовлетворении своей воли, пред исполнением воли Божией, то и человек, общавшийся с ним, он также берет от него какие-то положительные примеры. Если человек общался с дерзкими, с дерзновенными людьми, как это называется, шпана, да, у нас, или еще более, там, уголовники, которые ставят перед собой цель дерзко ограбить, дерзко кого-то там избить или еще что-то, он от них наберется. То есть здесь все, очень много факторов, влияющих на воспитание души и его формирование, но основное, конечно, молитва за этого человека, близких людей и их вклад в его жизнь. То есть если они показали, отец и мать, показали своему ребенку положительный пример, то, конечно же, ребенок будет следовать за ними. Это закон нашей жизни, и здесь уже, как та самая поговорка, яблок от яблони падает недалеко. Здесь мы, это надо четко учитывать, и должны это все родители понимать. Но если сам человек уже в возрасте понимает, что что-то у него не так, что-то у него не получается, он должен задать себе вопрос, а почему он не может достичь того или иного? А почему он не имеет того, чего другие имеют? Я не говорю о материальных богатствах, я говорю о духовных. Почему один человек может молиться, ходить в храм, причащаться, исповедаться, поститься, веровать, наконец, уповать на Бога, отсекать свою волю, а другой человек не может? Только из-за того, что он свое дерзновение оставил в туне, закопал этот талант и не прилагает никаких усилий, чтобы этим инструментом, данным ему Богом, этой силой души человеческой, изменить свою жизнь, изменить свои привычки, изменить всю внутреннюю составляющую, без этого никак не получается. Это уже взрослый человек, а дети, конечно, от родителей. Да, святые отцы говорят, что Господу в Царстве Небесном нужны мужественные души, то есть это все-таки необходимость человеку становиться сильным? Ну, действительно, даже такая поговорка «путь осилит идущий». Тот, кто лежит там или сидит и никуда не идет, он никакого пути-то не совершит. Он будет только охать, ахать, говорить, как все плохо, как ему все мешает встать на этот путь. Вот с понедельника я наконец-то пойду, и вот этот понедельник откладывается на месяц, на год, на всю жизнь. И, конечно же, для того, чтобы достичь любой вершины в этом мире, даже материальных вершин, ну, допустим, какой-то карьерный рост или создать семью и воспитывать детей, это тяготы, это трудности, и на это надо с дерзновением смотреть, не боясь этих трудностей, видя перед собой цель и радуясь тому, что ты эту цель достигнешь, прикладывая эти усилия. А уж тем более такая вершина, как Царство Небесное. Туда надо подниматься с еще большим дерзновением и с еще большими усилиями. В Евангелии просто ясно, Господь говорит, Царство Небесное нудится, принуждать себя надо. Вот дерзновение нужно, чтобы себя принуждать, иначе не достигнешь Царства Небесного. Поэтому Господь говорит, что мужественное входит в Царство Небесное, но еще и по той причине, что мы все, живущие на планете Земля, мы пребываем в состоянии войны. Войны, которая началась еще на небе, когда отпал Деница, высший из ангелов, и пошел против Господа. И эту войну начали падшие ангелы, а потом и нас втянули в эту же войну, когда Адам и Ева искусил сатана. И мы, как наследники, тоже в этой войне пребываем постоянно. И если мы не будем дерзновенными в этой войне, то, конечно же, нас победят. Да, ну а поле битвы надо точнить, это наше сердце. Но начальное, конечно, наше сердце, внутри сердца происходит война, воли Божьей и воли бесовской. И выбор тот самый между добром и злом в сердце человеческом происходит. Но потом из сердца эта война выплескивается наружу, и это происходит уже война в семье, на работе, среди людей, среди каких-то национальностей или партий. А потом и между государственные войны происходят. То есть это выплескивается и в мир такой планетарный. То есть мы видим то, что сейчас происходит огромное количество войн. Это уже последствия той войны внутренней, которую ведет каждый из нас. И если мы будем внутри воинами, дерзновенными, молитвенниками, просящими у Господа и отстаивающими свои принципы, свою веру, свои взгляды, православное мировоззрение, то и снаружи войн будет меньше. То есть мы будем войну побеждать в самом начале, внутри себя, когда она еще не выплеснулась наружу. Когда она еще не разбила семью, не уничтожила коллектив, не уничтожила государство с помощью какой-то революции. Вообще междугосударственная война не началась из-за этих внутренних. Ведь везде и всюду управляет человек. Над каждым войском стоит военачальник, над военачальником стоит какой-то царь или президент. И они отдают команду, а эта команда исходит из его сердца. И значит мы туда возвращаемся, оттуда война происходит. Поэтому обязательно дерзновение нужно. Потом дерзновение это всегда такое подспудное качество, исходящее из упования на Бога во всем. Если я верю, что Господь есть, если я верю, что Господь есть любовь, я верю, что Господь по-отечески ко мне относится, то я и буду у Него просить дерзновенно все моменты, которые необходимы мне здесь для жизни. В том числе, конечно же, спасение души. Основное. Мы сейчас с вами проложим, пока примем звонок. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, Батюшка, благословите. Добрый вечер, Бог благословит. Почему на иконах рядом с евангелистами изображаются животные? Спасибо. Мы благодарим звонок. Да, хорошее и правильное такое уточнение. Действительно, мы видим, но не всех евангелистов, а только четырех выделяют, которые выделены четырьмя животными. Это орел, это лев, это бык, ну и ангел. Это как бы не животные, а ангел. Значит, ангел это у нас Матфей, апостол. Орел это у нас Иоанн Богослов. А лев у нас Марк. И бык у нас Лука. Если привязывать к личностям апостолов. Конечно же, эти животные имеют свои яркие, как бы характерные, такие отличительные черты. Ну, орел чем отличается от остальных птиц и животных? Зорким зрением и высоким полетом. Вот Иоанн Богослов, символ его, орел, как раз этим отличается и апостолов тем, что он имел настолько зоркое духовное зрение, что провидел конец мира. То есть он написал апокалипсис. Кроме и Евангелия от Иоанна, мы еще и апокалипсис. Иоанн Богослов знает. То есть он предсказал кончину мира, настолько у него духовное зрение было зорким. Он видел, прозревал через многие-многие века вперед. Кроме того, он жил по-монашески в этом мире, был любимым учеником Господа. И настолько он был оторван от мира, то есть его ничто не интересовало, кроме любви к Богу, что это тоже можно, так сказать, объяснить оторванностью высокого полета орла от земли. То есть он был духовно оторван от этих всех суетных наших дел человеческих. Он шел прямым путем к Богу, на небо шел. Если Матфея брать, то это апостол, который также написал Евангелие от Матфея. И он его описывал как человек. Просто события, исторически выконул событий того, что происходило с Господом Иисусом Христом. Как его чудеса совершались, как совершались его знамения и исцеления. И многие проповеди. Он все записывал по-человечески, как летописец. Его так изобразили, так сказать, человеком, ангелом. Но так как он писал о Боге, поэтому его ангелом изобразили. Если брать Марка, то есть лев, его символ, то он описывал жизнь земную Господа Иисуса Христа с позиции царя. Господь, он ведь царь всей вселенной. И поэтому его описательная часть евангельская, она с такими царскими как бы привнесениями. Не просто летопись, а акцентированно мы видим, как Господь руководил как царь вселенной своими верующими стихиями, болезнями, чудесами и прочими, в том числе и смертью на кресте, как он как царь повелел и воскрес. Если брать Луку, четвертого евангелиста, апостола, то у него бык. Бык – это символ такой жизни, то есть огромное количество энергии, сил этого животного мы видим. И жизнь – это как раз для Луки очень близко было, потому что он был в этом мире врачом. Соответственно, и описывает всю канву событий евангельских с точки зрения человека-врача. Вот как Господь исцелял тела человеческие, как Господь исцелял души человеческие, как Он сам исцелился от неизлечимой болезни, от смерти. То есть во всем этом Он свою точку зрения раскрыл. Поэтому и так их показывают, и на иконочках мы видим их с такими изображениями в росписи храмов. И на Евангелии тоже вот эти четыре апостола обычно написаны в виде иконочек со своими символами. Да, поговорим за вопрос. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните по телефону на прямом эфире. 5-6-7-14-40-7-14-50. Мы дальше продолжаем. В чем заключается, вот мы говорим о войне, где поле битвы является сердце, в чем заключается мужество сердца? Какие вот можно примеры привести? Мужество, оно не только внешне имеет свою роль и качество, но оно еще и внутренние качества и роль имеет. Поэтому, ну, кто такой мужественный человек? Это человек, который не боится. Не боится врагов, не боится опасности, не боится идти на какие-то поступки значимые, от которых может многое измениться, но рискованные часто. То есть это человек, который для достижения цели, отринув все опасности и невзгоды, он вкладывает все силы. Это мужественный человек. И это как внешне выражается, так и внутренне. Внутреннее мужество человека – это, ну, прежде всего, опять же, война с грехами, с привычками греховными, со страстями, с теми же падшими ангелами война, потому что каждый день они приступают к каждому человеку и пытаются их победить в этой войне, духовной войне. И здесь тоже нужно мужество. Конечно же, мужество необходимо и для того, чтобы молиться за других, потому что, если мы видим, на человека нападает какой-то там злой человек, и мы мужественно защищаем этого человека от злого человека, то он будет нападать и на нас. Да, и может даже достаться за это человеку, хотя он и спасет жизнь того, на кого нападали. Вот, когда мы молимся за людей, мы их пытаемся защитить от нападения бесовских. И, естественно, бесы на нас нападают, когда мы молимся за других, когда мы защищаем их мужественно. Это тоже мужество духовное, внутреннее мужество. Но все это происходит, конечно же, из одного источника, из веры и любви к Богу и к ближнему. Поэтому мужественного человека всегда мы можем назвать любящим человеком. Невозможно любить человека и оставить его в беде. Да, но кроме того, что нам кажется, со стороны поражением иногда, это является победой. Например, человек, когда столкнулся с хамством, с наглостью, и если он не ответил, иногда человек скажет, ну все, он проиграл, то есть ушел там. Но это какая-то победа над собой, что гнев этот каждый может, а вот удержать себя от гнева. Ну конечно, а ведь даже есть такая фраза в Евангелии, которая вызывает всегда массу таких споров, непониманий. Как это, вот тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Но для того, чтобы это сделать, нужно мужество. Нужно мужественно отринуть все сомнения и в момент, когда тебя ударили, простить этого человека. Как Господь молился им. Прости им отче, ибо не ведают, что творят, когда его распинали на кресте. И это Господь нам заповедовал. Так же молиться за врагов своих. И для этого нужно мужество. Проще всего, тебя ударили, ты в ответ ударил. Даже не задумываясь там как-то. Это самый простой вариант. Но здесь мужество, так сказать, оно человеческое, может быть, ветхозаветное. Око за око, зуб за зуб. Отсутствие мужества – это когда тебя ударили, ты убежал просто от страха и от стыда, и что, и не можешь ничего даже ответить. Это уж совсем отсутствие всякого дерзновения мужества. А вот мужество внутреннее, когда тебя ударили, но ты не обиделся, ты совершенно не разозлился, потому что ты победил в себе эти страсти. Страсти обиды из гордости происходящего, страсть гнева, страх перед этим человеком. В тебе этого ничего нет, ты просто сразу же его простил и не стал мстить, потому что месть – это тоже грех. Господь просто ясно говорит, мне от мщения аз воздам. И мужество внутреннее состоит в том, чтобы мы отсекали свою волю, которая нам нашептывает. А ты, вот он тебе ударил, ты ему ударил, он тебя обворовал, ты его обворуй. То есть отомсти обидчику. А тогда мы волю Божию попираем, если мы двигаемся по воле человеческой. И для того, чтобы свою волю отсечь, или волю совершенно трусливую, или волю более мужественную, но страстную, человеческую, гневливую. И всё-таки исполнить волю Божию. Вот нужно здесь мужество. Да, кроме того, мы являемся победителями, когда не наушничаем, не пытаемся кого-то оклеветать, не пытаемся обогнать, подставить под ножку, чтобы стать первыми. То есть тоже здесь мужество нужно человеку. То есть война с самим собой, она требует мужества. А ведь всё, что вы сейчас перечисляете, это война с самим собой. Когда хочется оклеветать, ну да, ну а что тут? Сказал два-три слова начальнику, всё, он человека оклеветанного выгнал, убрал, ты на его место встал. Сказал там два-три слова соседу, против другого соседа. Он, всё, они рассорились, ты, зависть твоя радуется, да, что вот жили раньше, дружили, а ты их. И чтобы бороться с этими внутренними, отрицательными качествами своими, нужно мужество. Без него никак не поборосят. И дерзновение. Да. Страх испытывает, ну, наверное, каждый, как кто-то сказал, чем отличается, да, трус от смельчака. То есть оба боятся, но трус, он побеждает с этой страстью, а смельчак, он всё понимает, не отступает от этой опасности, идёт дальше, да. Ну, у каждого свои какие-то страхи, фобии, кто-то темноты боится, кто-то там боится заболеть. Нужно ли смиряться с этим? То есть, да, считать, что это да, норма, ну, вот у меня есть такой страх. Или надо стараться побеждать свои страхи? Ну, действительно, страхи, они нас сопровождают всю жизнь. В детстве там дети боятся темноты. И даже одни оставаться в квартире им страшно, особенно если свет всё выключили, вот родители куда-то ушли, страшно. С этим надо бороться. Если не будешь бороться, то страх тебя захватит, и ты уже по привычке будешь ему подчиняться. Потом в юности какие-то страхи в школе, что кто-то против тебя пойдёт, какие-то там могут быть конфликты с людьми. Потом вырастает из этих страхов. Следующие страхи – страх, что на работу не возьмут, или взяли на работу, но там кто-то тебя подсидит, подставит и прочее. И так далее. Страх сесть за руль машины – тоже страшно. Страх родить ребёнка, завести семью – это же ответственность какая-то. Страшно. Это значит, я должен отвечать за свои обязанности, нести их всю жизнь, пока дети не вырастут, и до смерти. Тоже страх. И так далее. Этих страхов огромное количество. И если человек, вступая на эту войну, заранее побеждается, если страшно, я буду убегать, то тогда он не получится мужественным. Тогда всю жизнь он будет убегать, и ничего не достигнет. И наоборот, если человек с детства начинает бороться со страхом, вот мне страшно темноты, а я всё равно переселюсь, и буду вот в темноте. Родители ушли, мне страшно, но я без них всё равно буду. Тогда натренировывается, можно так сказать, внутренняя сила бесстрашия, борьбы со страхом. И она с каждым таким уроком, она усиливается, возрастает. Кто-то боится собак, кто-то боится высоты, кто-то боится там, что там, не знаю, ледышка упадёт на голову. Кто чего боится? Кто там чёрная кошка пробежала, перед ним боится? Суеверных страхов сколько? Кто-то бесов боится, да. Прям даже... Я, говорит, не могу молиться. Я говорю, почему? Начинаю молиться, вот чувствую, что кто-то присутствует, у меня прям вот там страх такой обуяет, я сразу откладываю молитву. Не могу молиться. Кто побеждает? Побеждает бес, побеждает внутренний страх человеческий, отсутствие, дерзновение и мужество. Конечно же, надо натренировать себя и ни в коем случае не поддаваться страхам, а себя всё-таки тренировать в борьбе с ними. Тогда, как и любая наша сила, будь то мышечная сила, которую можно тренировать или не тренировать, тогда, так сказать, будешь слабеньким. Как и сила ума человеческого. Если заниматься науками, то ум обостряется и умеет пользоваться различными знаниями. Также и силы другие души человеческой, в том числе и бесстрашие, их тоже надо тренировать. Иначе они останутся в тоне, а это, конечно же, грех. И более того, страхи способны к увеличению, да? То есть достаточно чего-то испугаться, а потом уже присоединится другой страх. Ну, вот эта фобия, то есть это вот с любимым психиатром, если поговорить, то оно так и начинается. То есть сначала просто мысли, страшливости такие, да, в основном фантазирует человек. Но за этими фантазиями стоит бес. И он наблюдает. Он бросил мысли. Если человек её проглотил и стал в этой мысли, так сказать, жить, то он усиливает дальше следующую мысль, развивает своё нападение на человека. И в итоге человек становится просто психиатрическим больным. Если он не борется с этим, если он не ищет, как же вот выйти из этой ситуации, она же понарастающе идёт. Страхи развиваются, страхование. Даже святые отцы говорят, что есть такое искушение, страхование бесовское, да? Когда бесы нападают на людей, если мы читаем «Житие святых», ну, там, Сергия Раднишского, Серафима Саровского, бесы даже их приходили, били, даже разрушали их келью и подбрасывали, и чего там только не было. И в синяках просто все из ночной молитвы выходили преподобные. Но они на следующий день опять шли на молитву, и они побеждали бесов, хотя они являлись им в виде животных, в виде каких-то чудовищ. Там, ну, действительно было страшно, да? Но, тем не менее, у них всё получалось, и они через это, шаг за шагом перебарывая эти искушения, они приходили через это к святости. Но откуда вот бесстрашие происходит? Оно происходит из любви к Богу, оно происходит из любви к ближнему. Ну, как мама, любящая своё чадо, она ведь не думает, что страшно ей там собаку отогнать от ребёнка, или не страшно. Она вообще, у неё даже мысли-то нет, она просто берёт и отгоняет чем угодно, ногами, палкой, сумкой там, лишь бы своё чадо защитить. Она бесстрашна, да? Почему? Потому что любовь к ребёнку, и ею двигает. Точно так же и каждый из нас, когда мы боремся с тем или иным страхованием, у нас должно быть мужество, дерзновение, но они все происходят из любви к Богу. Как это? На пути моей к Богу, то есть мне не дают молиться, или мне не дают прийти в храм, или мне не дают какой-то страх ещё что-то сделать доброе. Значит, на пути моей к Богу, к Царству Небесному, стал вот этот страх, я должен его перебороть. Я люблю Бога, и из-за какого-то страха потерять любовь к Богу я не хочу. То есть так же, как любящий человек, любящий другого человека, он будет защищаться, защищать его при нападении каких-то хулиганов. Тоже бесстрашие. И всё, везде движущая любовь. И те, кто трусливы, у них любви нету, значит. Да, и как мы читаем, на месте святых обителей, в некоторых случаях, даже когда-то располагались там бесовские капища. Капища, да. И когда туда приходил один из основателей этой обители, он там, может быть, случайно, а может быть, с умыслом ему сказали, вот там капище бесовское. Он туда приходил, для чего? Чтобы изгнать бесов из этого капища и создать там божие жилища. И многие там дни, месяцы, а то и годы, он боролся с этими бесами, пока они не убегали, кричат, «Ты нас победил». И тогда это капище бесов, злобное место, превращалось в святыню, в святое место. И там создавались храмы, монастыри, которые до сих пор стоят. Ну, к тому примеру, Святая Афонская гора, где точно так же были сначала капища, многобожие, Юпитер там, и прочие различные языческие капища были. Но потом туда пришли монашествующие, и все это и светилось. Но сколько борьбы с бесами они перенесли, какие страхования у них там были. И это все дерзновение, и это все мужество, и это все любовь к Богу. Ну, как святой Иоанн Дамаскин, он даже охарактеризовал, что страх бывает не только ужас, а вообще бывает шести видов. То есть нерешительность, это тоже входит в число таких страхов. Потом стыдливость, стыд, когда человеку что-то стыдно, вот. Ну, действительно, мы с этим часто сталкиваемся. Простой пример приведу. Мы проходим мимо храма, и надо бы, наша совесть подсказала, надо бы перекреститься, да. А вот ложная такая стыдливость, нет, а как же на меня все будут смотреть? И человек не перекрестив, проходит мимо храма. Это что? Это тоже страх. А как обо мне подумают? А кто-то там не говорит, что я вот православный. А в годы гонений этот же страх заставлял людей отрекаться от веры своей. Да, там страх был сесть в тюрьму, или даже до стрела дело доходило, если верующий, да, когда гонения были. Но это тоже самый страх. А стыд, он вот сейчас удивительным образом. Никто нас не убьет из-за того, что мы перекрестимся. Но какая-то стыдливость совершенно неразумная, и, так сказать, богу неугодная стыдливость, она вот не дает руке подняться, перекреститься. Да, у нас подсказывает ей звонок. Пожалуйста, давайте послушаем звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка, благословите. Бог благословит. Почему в храме во время чтения Евангелия начинается со слов «во время Оны и Води Оны», которых у Евангелия нет? Благодарю. Не только с этих слов начинается. Там есть несколько таких вот вставок. Дело в том, что когда мы читаем Евангелие, дневное Евангелие, то это вырванный из контекста какой-то определенный абзац или определенный там кусочек Евангелия. И он, естественно, из канвы предыдущего текста вырван. И чтобы не получилась вот эта, так сказать, разорванность, пришли к тому, чтобы вставлять вот такую фразу, которая ничего не меняет, смысл не меняется, но читается как будто начальное. Как многоточие, да? Да, да. Во время Оно. Было время, когда вот Господь пришел в такое-то там селение. Или там братья. И дальше там обращение Господа. Это апостолы читаются, братья, да? Да, апостолы. То есть мы вот эти моменты все уже, так сказать, сотворены святыми отцами многие столетия, если не тысячелетия. И мы их просто взяли как пример для подражания и используем очень удобно, очень просто. И читается, так смысл не теряется. То есть ты не видишь разорванности контекста, а видишь как бы целостную мысль. Вот начало, вот развитие, вот конец. Да, мы говорим о звонке. Пожалуйста, еще звоните. Мы с вами продолжаем. Вернемся к страхам. Шесть видов, которые перечислил святой Иоанн Дамаскин. Вот в том числе это относится уже изумление, когда мы изумляемся чему-то, удивляемся. То есть получается страх перед каким-то неуспехом или необычным явлением. Да, у нас получается так иногда, что я от изумления потерял дар речи. Настолько вот обездвиживаются все силы души, изумляясь чему-то. Допустим, какое-то событие произошло, машины врезались друг в друга. Человек в изумлении, что такое возможно, он не бежит, не помогает людям, которые могут сейчас погибнуть, там машина взорвется, а он в ступоре в таком находится, и это тоже страх. То есть опять нет любви к этим погибающим людям, он просто стоит, хлопает глазами и, так сказать, ничего не предпринимает для спасения их. А если бы на месте этих людей были бы какие-то родные и близкие, он бы не изумлялся, он бы убежал и спасал. А так вот он раз, ой, а я так изумился, для меня это было так неожиданно, это тоже страх, своеобразный страх. Да, беспокойство тоже входит, то есть страх перед будущим получается. Вот сейчас, это просто, наверное, большая часть общества, особенно неверующего, она подвержена этому беспокойству, и это беспокойство, это тоже страх за, а как же будет дальше, а вот будет ли у меня там достаток, а вот как бы работу не потерять, а вот как же семья, а вот сейчас с ковидом, а вот заболеет, не заболеет я там или мои родственники. То есть это такое количество причин для беспокойства, что человек впадает просто в депрессию из-за этого. И при отсутствии каких-либо объективных причин, он заболевает, психически заболевает. Даже антидепрессанты сейчас, такие модные таблетки, которые многие пьют постоянно, хотя ничего, как они ходили на работу, так и ходят, как есть семья, так и есть семья, как не болел там кто-то, так и не болит, но антидепрессанты пьют постоянно. Это что? Это как раз вот это беспокойство, возникающее откуда? Откуда этот страх внутренний, неспокойствие души? Он от отсутствия веры, от отсутствия упования на Бога. Когда человек думает, что он один на один со своим проблемой, что им никто не поможет, и только ему это все решать, ну, он вот совершенно неверующий человек, можно так сказать. А как же Господь? Ведь Господь сотворил этого человека, ведь Господь поставил ее в ту или иную ситуацию, как школьника, как ученика, поставил в эту ситуацию, чтобы он вынес из этой ситуации какие-то себе правильные обучающие моменты, чтобы он сделал выводы, чтобы он научился чему-то, чтобы, или наоборот, от чего-то ушел, потому что даже та же болезнь, она как скальпель отрезает от нас ненужные нам привычки. Например, диабет. Человек заболел диабетом, ну, все, все плохо. Да ничего плохого нет. Просто человек должен поститься. Просто человек должен исключить часть вкусного, часть каких-то сладостей и прочего. Ему нельзя это. Господь говорит, все, хватит заниматься чревоугодием, гортанобесием. Давай-ка ты начинай все-таки поститься. Сам не хочешь, тогда вот тебе кнут такой, в виде болезни. И видите, когда с этой точки зрения смотришь, Господь есть, Господь контролирует, Господь поможет. Господь это все для меня устрояет с определенным смыслом. Смыслом, необходимым для спасения моей души. Тогда нет никакого страха и беспокойства. И наоборот, когда нету Господа в голове человека, тогда да, тогда все плохо. А как же я? А вот тут диабет. А если я там есть нечего? А если вот там денег нет? А как же я буду зарабатывать? Как я буду лечить? Накручивает люди столько всего, что потом сами же от этого, знаете, как из мухи слона делают, и этот слон их топчет, топчет, хотя все это всего лишь муха. Вот здесь надо все-таки быть верующими и уповающими на Бога. Тогда этого страха, страха беспокойства не будет. И ни в коем случае никаких антидепрессантов не пить. Потому что это в любом случае какая-то наркотическая составляющая в этом есть. И очень трудно, опять же, я по опыту людей, которые приходили, советовались со мной, очень трудно потом от этих таблеток отказаться. Происходит привыкание, и человек без них уже потом жить не может. Вот это, конечно, очень грустно. Чего человек должен действительно бояться? Конечно же, то, о чем я сейчас говорил, любовь к Богу, потерять веру, потерять Бога, потерять возможность войти в Царство Небесное. То есть бояться совершить грех, бояться попасть в ад, бояться оскорбить Господа какими-то своими неправедными действиями. Вот чего надо бояться. А всего остального бояться не надо. Евангельский текст говорит «Не бойтесь тех, кто ваше тело убивает или что-то отнимает вас. Бойтесь того, кто вас может вергнуть в гиенну огненную». Вот кого бойтесь. Вот этот страх Божий, он, кстати, является тоже добродетелью. И у людей неверующих, которые говорят, да, ничего этого нету, у них этого и страха быть не может. Но если нет Бога, если нет жизни после смерти, чего мне бояться? Никакого ада нет, никаких наказаний нет. Вот я здесь живу, потом меня как вот выключит, как машину, и все. И, значит, я замру и истлею. Ничего подобного. Человек состоит из двух половинок. Из тела, ну да, можно с машиной сравнить, телесные наши качества, и души, которая вечная, которая, собственно, и управляет этой машиной, телом. И вот душа вечная, она будет отвечать за свой выбор. Иначе, если бы этого не было, почему мы каждый день перед выбором стоим? Ну вот у животных нет никакого выбора. Они живут, едят, убивают, они рожают, они спят, отдыхают, и никакого выбора. Они инстинктами движимы, как машины. Человек движимый не инстинктами, а все-таки нравственными своими, какие-то внутренними качествами, будет отвечать за свой выбор. Ну, кроме того, что и в основе мужества также лежит и терпение, да? Ну, а если нет терпения, то как терпеть? Тут же болезнь, или тот же пост, или я вот устал после работы, надо молитву читать, здесь тоже терпение нужно. Я создал семью, надо воспитывать, надо лечить там детишек, надо их там обучать, надо какие-то задания решать, тоже терпение нужно. И это терпение, оно, конечно же, не может не быть составляющей мужественности. Всякий мужественный человек, он понимает, что нужно потерпеть для достижения цели, для того, чтобы закон любви совершить. Нужно терпеть. Никак без терпения не получается. Какое особое мужество сейчас нужно современным людям? Мужество, ну, хотя бы не привязываться к этому миру, хотя бы не думать, что это вот единственное и больше ничего нет. Это тоже нужно мужество. Когда мы думаем, что этот мир – это все, что со мной происходит, и больше ничего нет, это самообман. Происходящее из злени, из отсутствия дерзновения, из отсутствия правильных целей. То есть мы не ставим перед собой цели такие истинные, вечные, нравственные, добродетельные цели, связанные с любовью к Богу, с любовью к ближнему. Почему? Лень, не хочется. Для этого нужно себя заставлять, для этого нужно себя переламывать, переделывать. И вот хотя бы в этом мужество проявляйте. Посмотреть на свою жизнь с точки зрения духовной. Нужно мужество. Как только человеку начинаешь говорить о его грехах, ну ты в этом согрешил, в этом согрешил, а у тебя впереди смерть. Ой, не надо мне о смерти, не надо мне о грехах. Даже на это мужество не хватает. Посмотреть объективно на свою собственную жизнь. Но ведь все мы умрем. Но это же, понимаете, тут бесспорная вещь. Но многие не хотят на это смотреть. Нет смерти – нет, не будем об этом говорить, не будем об этом думать, что о плохом думать, что об этом о плохом говорить. Это отсутствие мужества, это страх. То же самое о грехах. Зачем о грехах говорить? Не надо. Но тогда человек и не изменится. Если он не будет мужественно смотреть на эти объективные вещи в своей жизни, он к ним придет не готовым абсолютно. Как студент, который не хочет думать о экзаменах. Ой, что, о экзаменах говорить, они еще далеко. Он как к ним придет? Не готовым. Он не сдаст этот экзамен. Так и здесь. Мужество нужно. Нужно ли людям, когда они там смертельно больны, например, им говорить о том, что они умрут? Бывает, родственникам скажут, а самому человеку не говорят. Нужно ли этому человеку, который собирается переходить в иной мир, говорить об этом? Ну, это, конечно же, мое мнение. На мой взгляд, так как это правда, это нужно сказать, можно, конечно, по-разному сказать. Можно сказать, все, ты вот там умираешь, и все, у тебя никаких шансов нет. Всегда шанс есть. Всегда есть возможность продлить жизнь. Но рано или поздно все равно умрешь. Поэтому сказать, что у тебя сложные ситуации, в том числе можно и умереть, надо человека предупредить. Потому что если человек надеется, что он будет жить еще десятки лет, как показывает наша практика, ну, вот я как выйду из больницы, так вот поисповедуюсь, тогда причащусь как-нибудь. Как правило, если человек выздоравливает, выходит из больницы, он не приезжает, не исповедуется, не причащается, опять откладывает на будущее, и так и умирает без исповеди причастия. Без изменения своего, без покаяния, уходит из этой жизни. То есть для него смерть становится внезапной. А внезапная смерть это всегда наказание. Вот не надо наказывать своих родственников и не говорить им о смерти. Как это не сложно, как это не тяжело. Ну и, конечно же, надо понимать, что если человек всю жизнь неверующим прожил, и думал, что будет жить в этом мире вечно, и вот, так сказать, наслаждался, и вдруг ему скажешь, знаешь, а ты вот можешь умереть в ближайшее время. Может быть, он через это задумается, может быть, он вспомнит свои грехи, может быть, он изменит свое мировоззрение вот хотя бы на смертном адре. ведь вспомните разбойника на кресте, который всю жизнь прожил неправедной жизнью, когда их двух разбойников распяли вместе с Господом. Ведь он что, один разбойник так и не покаялся, не веря в жизнь после смерти, а второй разбойник все-таки покаялся. Он понимал, что он умрет, и что он сказал? Прими меня, Господи, во царствие Твое. «Ныне будешь со мной в раю». То есть Господь вот за этот буквально там один час этого человека изменил настолько, что он вошел в Царство Небесное. Здесь каждому надо из своих близких говорить об этом, если у них есть опасность умереть, иначе вы будете таким наказанием для них. Внезапная смерть неожиданная смерть это наказание Божие. Как правило, люди, не понимающие, не верующие, говорят, мне бы вот так вот внезапно, чтобы раз, и я умер. Во сне умер бы, чтобы даже ничего не знал. А сколько долгов останется, да? То есть человек, например, с кем-то в ссоре, с кем-то в обидах, например. Да, недоделанных каких-то обязательств, какие-то работы там недовыполненные. Люди потом вот это все после него будут не знать, как это решать. Какие-то документы, какие-то обязательства, какие-то долги. Столько проблем этот человек оставит в жизни, если он не готовится. Внутренние долги, да? То есть люди... А вот долги пред Богом у него еще больше. Ведь он не ждал и не гадал, что вот он сегодня, он там, опять же, из Евангелия построил себе хранилища, набил их всякими ценностями материальными и думал жить, чтобы сто лет жить рассчитывал. А Господь сказал, сегодня ночью за тобой придет смерть. И что? И для него это наказание. Вот не надо этого делать. Поэтому нужно иметь мужество, и здесь в том числе, правильно, с любовью, мирно, но предупредить своего близкого, родного человека, что ты бы подготовился все-таки, потому что, может быть, и кончина может быть. Она всегда может быть. Да, и главное, людям тоже примириться между собой. Да, и смерть, она ведь тоже дает такой вот шанс, что перед лицом смерти обиды забываются, какие-то раздражения и прочие какие-то стеночки между людьми разрушаются, и люди прощают друг друга, и тогда он уходит из этой жизни, во-первых, простившим всех, кто его обидел, а во-вторых, попросившим прощения у тех, кого он обидел. И это тоже нужно сделать. Это тоже долги, духовные, нравственные долги. Их тоже надо снять перед выходом из этого мира. Ну, если мы уезжаем из квартиры на юг, грубо говоря, на две недели, мы же всю квартиру там выключите, это надо здесь закрыть, это вот сказать, чтобы поливали цветочки. Ну, то есть мы все продумываем, чтобы здесь ничего без нас не пропало. То же самое перед тем, как мы выходим из этого мира в другой мир, передать все, что здесь нами было сделано, и что-то убрать, что-то... Потому что, если мы не уберем свои долги, они вскроются после кончины, и всем станут видны. У нас осталась всего одна минута. Пожалуйста, вам завершающее слово к теме нашей передачи о мужестве и смелости. Ну, и, наверное, такое у нас напутствие, стояние в вере, потому что, как святые отцы говорили, что в последние времена заодно только стояние в вере будут даваться венцы людям. Всем желаю мужества, смелости в устроении своей жизни по правильному устроению. Не как хочется, не как может, не как все. А именно, как Господь хочет, чтобы в вас это мужество всегда пребывало, а вместе с ним пребывала любовь к Богу и любовь Божия на вас подчила за это. Помоги вам, Господи. То есть по Евангелии. По Евангелии. Да, благодарим вас с этим именем, что вы приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова